Ну, Чипердейлы, откуда вы уезжаете? Дайте мне килл. Дайте, но это будет по красоте. Оу. Сразу же прикупим фриз за 0 кристаллов. Вот так вот легко и просто мы берём и покупаем данный фриз. Теперь у нас фриз становится М2. И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Вчера мы уже получили новое звание. Пятый ворент офицер у нас на данном аккаунте уже появляется. Это значит, что именно таки сегодня мы купим фриз М2 на данный аккаунт, потому что для этого всего дела мне нужно было именно таки это звание. Скатаем одну каточку в матчмейкинге и поговорим о комплектах на данном аккаунте. Ну и вообще расскажу, насколько хорошо у нас двигается именно таки продвижение и набитие звёзд на данном аккаунте. Как вы знаете, я именно таки на данном аккаунте собрался набивать 2000 звёзд. И скорее всего именно таки за ближайшую неделю мы это дело вместе с вами сделаем. Ну и давайте сразу же прикупим фриз за 0 кристаллов. Вот так вот легко и просто мы берём и покупаем данный фриз. Теперь у нас фриз становится М2 на данном аккаунте. И давайте так, сделаем такой небольшой может быть байт или установку какую-то определённую. Если на этом ролике каким-то магическим образом наберётся 250 лайков, то уже послезавтра, именно таки в воскресенье, на тех маленьких нубских скидках мы возьмём и сделаем вместе с вами М3 фриз на данном аккаунте. Я думаю, что это было бы круто, если у нас всё это дело бы получилось. В принципе, 10 шагов, полмиллиона кристаллов у меня имеется. И я думаю, что в принципе это дело можно было бы налегке взять и выполнить. Поэтому давайте пикаемся в матчмейкинговую катку. Заодно сразу же посмотрим, как у нас преобразился наш фриз. Всё же у меня он здесь был как бы М1, но в фулл прокачке. Сейчас он будет выглядеть уже как М2. В дальнейшем мы его, конечно же, выкачиваем на М3. Имеется только один момент. Либо же я уже условно через 2 дня буду играть на М3, либо же я буду его постепенно прокачивать без ускорений. И условно где-то через, наверное, сколько у нас там? Дней 20, наверное, надо ему на прокачку. И тогда мы получим его именно таки уже в М3 модификации. Именно таки М2 в фулл прокачке. Хотел я сегодня поговорить именно таки о комплектах. Всё же вы понимаете, что у меня здесь имеется только Викинг. А корпус М2 модификации желательно было бы мне какой-нибудь уже прямо таки сейчас поиметь. Выкачать его ДМ3. И, в принципе, себя комфортно чувствовать на данном аккаунте. И здесь, наверное, таки встаёт самый главный вопрос. Какой бы комплект вы бы хотели видеть на данном аккаунте? Сейчас я, заходя в гараж именно таки, заметил один единственный комплект, который называется Жанглер. В него входит именно таки Хантер и Рикошет. Рикошет М2. Хантер, к слову, также М2. Плюс резист от Рикошета. И всё, в принципе, в этом комплекте меня устраивает. И я уже даже в каком-то смысле начал подумывать, почему бы мне не взять его и не прикупить. Но! Есть одно маленькое но. Для данного комплекта мне нужно следующее звание. И, честно говоря, если я не ошибаюсь, именно таки пару дней у нас только остаётся на это дело. И если это так, то 30 тысяч опыта. Это надо конкретно так жёстко постараться, дабы получить следующее звание, приобрести данный комплект. Поэтому я не знаю. Стоит ли оно того? Стоит ли позадротить, набить именно таки данную звонку, приобрести данный комплект? И в этом плане уже играть на определённо новом вооружении, нагибать в какой-то степени с хорошим вооружением? При том, что Хантер и Рикошет это, наверное, то самое вооружение, которое я могу спокойненько взять и выкачать именно таки до М3 модификации. Потому что, ну, нужно понимать, что у меня имеется Викинг, который условно прокачан до М2, но здесь можно выкачать уже какой-нибудь другой корпус и на нём спокойненько таки катать, нагибать и в этом плане ни в чём себе не отказывать. При том, что полмиллиона кристаллов у меня имеется и кристаллы, конечно же, надо куда-то тратить. Также я хотел сказать то, что уже, наверное, таки вы сегодня смотрите ролик, в сегодняшний именно таки день, когда вы смотрите данный видос, если вы его видите в субботу, нежели позже, я приобрету на данный аккаунт новые именно таки новые... не краски, а что это у нас, как это у нас называется? Модули, модули, конечно же, модули я приобрету. Уже забыл даже, как называется у нас данная характеристика, можно так сказать, в игре. Я уже хотел говорить именно таки про краски, привыкя к тому, что у нас всё это называется простыми красками, но сейчас это дело у нас, конечно же, называется модулями. Хотел бы приобрести как минимум парочку модулей, это, наверное, модуль М2 от Фреза, возможно, таки ещё какой-нибудь рельсы, грома, что-то в этом духе мне явно на этом аккаунтике пригодится, и поэтому, ну, дабы всё это дело комфортнее набивать эти звёзды, потому что, ну, серьёзно, набить 2000 звёзд на условных модулях, которые у меня сейчас имеются, М1, это от смоки, от грома, от Фреза, но это как-то так, не очень-таки аппетитно и нагибаторски выглядит, поэтому я думаю, что, в принципе, в ближайшее время мы с вами всё это дело сможем изменить, прокачать, потому что, ну, кристаллов много реально, я не знаю, на что можно потратить эти кристаллы, в какое-то другое русло их пустить, поэтому мы этим делом займёмся, возможно-таки даже эти модуля быстренько попробуем прокачать, потому что я более чем уверен, что после того, как мы выкачаем здесь модуля, то данный аккаунт, ну, вернее, модуля выкачаем, поднимем определённо пару званочек, набьём 2000 звёзд, то данный аккаунт потом у нас будет в каком-то роде оставаться опять на определённом звании, ничего у нас не будет здесь долгое время меняться, поэтому стоит, наверное, потратить эти кристаллы, вложить именно-таки в новые какие-то микропрокачки, и потом это дело уже спокойно на заданочках прокачивать, никуда не спеша, потому что надо понимать, что где-то на условных полковниках намного-таки тяжелее все эти дела обстоят, и там не такая ровная игра у нас в итоге получается. Также я хотел бы, наверное-таки сегодня сказать по поводу праздников, которые у нас сейчас проходят в игре, уже вчера я немножечко-таки поиграл, увидел, сколько золотых ящиков падает, и, честно говоря, я был немножечко-таки поражён, контейнеров реально падает большое количество, и сейчас мы даже посмотрим, будет ли это контейнер, нет, это простой у нас голдик, давайте, наверное, попробуем его поймать, дабы прибавить ещё одну тысячёнку на свой аккаунт, но тут, наверное, у нас ничего не получится, очень много ребят нынче лагают и как-то не совсем правильно залетают, можно так сказать, на эти зоны золотых ящиков, поэтому хороший праздник, как по мне, плюс x2 фонды, спокойный фарм, можно делать кристаллов, и при этом хорошо проводить, наверное, выходные в этой замечательной игре, поэтому, если вы ещё не пробовали играть в матчмейкинге в эти именно-таки дни праздничные, то обязательно заходите, ловите контейнеры, нагибайте, я думаю, что в этом плане у вас будет всё получаться довольно-таки успешно и нагибаторски. Вот такой вот ролик у нас сегодня, ребятки, получился, если вам понравилось, то обязательно поддержите его пальцем вверх, потому что сейчас, я думаю, что по данному аккаунту будет у нас уже намного больше видосов появляться, будем набивать звёзды, как я уже заметил, именно-таки 200 звёзд у нас на этом аккаунте уже имеется, а это значит, что всего лишь 1800 звёзд у нас осталось, приходите на стримы, будем набивать вместе звёзды с вами и спокойненько в какой-то степени можно так и сказать даже не только ловить контейнеры, не только выигрывать катки, не только набивать звёзды, но и хорошо проводить время. У меня на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok